Президиум Верховного Суда утвердил новый обзор судебной практики по отдельным вопросам, назовем кратко, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Там много моментов, которые вызвали дискуссии у юристов, но некоторые моменты вызывают вопросы и у неюристов. Основное, что приходится слушать в последнее время, это то, что Верховный суд разрешил судам признавать распространением информации, публичным распространением информации, пересылку ее в мессенджерах, в мессенджерах WhatsApp и Viber. Ну, неважно, какие по большому счету интернет-мессенджеры. Тут же появились комментаторы, которые стали говорить о том, что теперь будут привлекать к уголовной ответственности по статье 207.1 Уголовного кодекса за распространение фейковой информации о коронавирусной инфекции, будут сажать до трех лет, я такие заголовки тоже видел, за то, что люди будут друг другу пересылать сообщения в WhatsApp. Это все чушь. Во-первых, эта позиция Верховного суда не нова, она отражена в ряде пленумов. Возьму, наверное, такой самый яркий из последних. Это пленум по борьбе с экстремизмом, по судебной практике просмотрения вопросов, связанных с делами экстремизма. Там Верховный суд подчеркивает, что распространение информации с использованием мессенджеров тоже является одним из способов публичного его распространения. Есть несколько важных моментов в этой части. Нужно понимать, что распространение должно быть массовым, должно быть направлено на неограниченный круг лиц. Второе, что важно понимать, переписка между частными лицами, пересылка информации от одного частного лица, другому частному лицу, не является распространением информации и не является публичным распространением информации. В состав преступления это не входит и состава преступления не образовывает. Это все панические слухи, не обращать на них внимания. Итак, резюмируем. Эта позиция Верховного суда не нова. Второе, важно, чтобы пересылка была массовой, направленной на неограниченный круг лиц. То есть, если человек берет, к примеру, и по всем известным его контактам, телефонным контактам, WhatsApp или Viber рассылает информацию какую-то паническую о том, что где-то в каком-то учреждении, к примеру, есть вспышка какого-то инфекционного заболевания, неважно, коронавирус или еще что-то, это да, это будет квалифицироваться как преступление. Но если это пересылка между обсуждением, между двумя какими-то знакомыми людьми, частное, то нет, это не будет являться преступлением, можно разговаривать друг с другом спокойно. Ничего не изменилось. Для нас же, я подчеркну, для практикующих юристов, Верховный суд сделал шаг вперед, наверное. В этом обзоре четко подведена черта, что статья 207.1 это преступление, совершаемое с прямым умыслом. То есть, человек, распространяя информацию должен был знать, заведомо знать, достоверно знать о том, что она не соответствует действительности. То есть, если к вам обратился кто-то, и вы со ссылкой на него что-то там рассказываете другому о том, что где-то там в каком-то месте, в каком-то больнице или еще что-то кто-то заболел, это не распространение, совершенное с прямым умыслом на совершение преступления. Но если же вы достоверно знаете, что, к примеру, в каком-то отделе полиции никаких вспышек не было, и вы сами придумываете, что там кто-то заболел для того, чтобы как-то блокировать работу, затруднить работу госучреждения, либо какого-либо еще, подделываете, к примеру, какие-то там скрины переписок или еще что-то для того, чтобы придать видимость. Да, конечно, это будет квалифицироваться как преступление. Поэтому относимся к этому обзору президенту Верховного суда спокойно и не распространяем фейки.